Барнауль Вы смотрите наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. 99 единиц техники, оказывается, работали сегодня утром на улицах Барнаула. Они устраняли последствия снегопада, сообщили нам в администрации города. Между тем, автомобилисты краевой столицы жаловались на нечищенные скользкие дороги. Где дорожная служба? Где галимый лед? Сплошной гололед и колея, по словам водителей, образовались на пересечении Павловского тракта и Малахова после обильного снегопада, который длился целые сутки. Нам даже пришлось запикать нецензурные высказывания водителя. Он крайне возмущен отсутствием спецтехники, которая бы боролась с наледью и убирала снег. Правда, городская мэрия заверяет, что спецтехника вышла на улицы города уже ночью и обработала песчано-соляной смесью спуски, подъемы и наиболее опасные участки дорог. Работы также, согласно данным чиновников, продолжились в течение дня. Десять коммунальных машин со щетками прометают проезжую часть от снега. Пять тракторов со щетками работают на тротуарах. Также задействованы девять автогрейдеров для работы с наледью. Апрельский снегопад пошатнул уверенность бейчан переходить на сезонную резину. В шиномонтажные мастерские поспешили вернуться автолюбители, уже сменившие шины на летний комплект. Да, был некоторый всплеск, люди активно начали перебываться в летнюю резину. Но сегодня, увы, уже некоторые перебываются обратно, потому что ехать надо на север, в Новосибирск, в Томск. Из-за теплой апрельской погоды некоторые автолюбители начали менять зимнюю резину на летнюю уже в начале месяца. Конечно, есть и осторожные водители, которые терпят до последнего, пока не будет полной уверенности в устойчивой погоде. В России специалисты шиномонтажных мастерских тоже рекомендуют в ближайшую неделю не прибегать к замене автомобильной резины, поскольку, по прогнозам синоптиков, ожидаются ночные минусовые температуры. Следующий наш материал мы снимали до возвращения холодов. В нашу редакцию обратились жители индустриального района, которые боятся приступов астмы и аллергии из-за городских застройщиков. По всему району стоит пыль, она даже не успевает оседать. Как это, жить по соседству со стройкой, узнавала Ирина Корчагина. Машины стоят, которые вот здесь, вот, вот эта машина, она ведь здесь ни неделю не стоит, она вот один день, она уже вся вот. Все вот такие машины, здесь такая вот пыль. Вот так пускают пыль в глаза застройщики. Некоторые жители улиц Семенова и 65 лет Победы не выходят во двор без маски. Рядом строится более 10 домов от трех известных компаний, и каждая пользуется этой улицей. Через нее подвозят строительные материалы. Я вот у окна просто стояла, каждые три минуты идет КАМАЗ. Причем несется довольно быстро, и пыль поднимается столбом, она даже не успевает оседать. Мама боится гулять с детьми, ведь все, что оседает на машинах, то и в легких. На кадрах видно, что здесь, к тому же, вывлены плиты, разрыты траншеи, а ведь людям обещали европейский уровень благоустройства дворовой территории. Вдоль всего района, по периметру всего района машины курсируют бесконечно. Не исключая район, там, где вот школа, детский сад, все в пыли, все слоем пыли покрывается. Если в межсезонье это был слой грязи, проехать было сложно, машины были все время в грязи грязные, забрызганные, то сейчас вот слой пыли поднимается. Сами жители не против стройки, они хотят, чтобы она не мешала жить остальным. В администрации района нам сказали, что переговоры с застройщиками были. Они не отказываются проводить механическую уборку, мыть колеса машин. Мы, как администрация района, периодически выходим и контролируем. Если поступают какие-то сигналы, то, соответственно, выписываем предписание, то есть принимаем необходимые меры, чтобы не допустить вынос той грязи на проезжую часть. Прям к краюшку подходи и ныряй туда. В администрации района добавили, что очистить улицу Семенова от пыли должны были еще накануне. Жители нас не услышали и автомобили свои не убрали. И выполнить качественную работу у нас не получилось по улице Сергея Семенова. Но хозяева автомобиля не понимают, как можно качественно выполнить работу, если накануне выпал снег, на дорогах грязь и лужи. Сейчас жители, которым надоело задыхаться от пыли, просят, чтобы улицу Семенова вообще закрыли для проезда строительной техники. Но, возможно, все их проблемы будут решены только в конце 2020 года, когда новые дома здесь начнут сдавать в эксплуатацию. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Ну а это событие произойдет уже совсем скоро, 3 июня. Дата последней волны отключения аналогового телевидения в России. К этому моменту все жители Алтайского края уже должны быть переведены на цифровой формат вещения. О том, как не остаться без новостей и любимых развлекательных программ и кто может помочь в этом, знает Андрей Дреер. Уже в начале лета вся страна перейдет на новый цифровой формат телевещания. Это значит 20 бесплатных каналов с отличным качеством звука и картинки. Ну, с новыми телевизорами никаких проблем не будет, они автоматически перейдут на новый формат. Но не безнадежны даже вот такие старички. Для того, чтобы вот это качество картинки приблизить к цифровому, нужна всего лишь специальная приставка. Подключив прибор через антенну даже к достаточно старому телевизору, вы получаете доступ к цифровому ТВ. И больше никаких помех. Старый формат вещания, аналоговая передача сигнала, которая использовалась с самого основания телевидения, 3 июня окончательно станет историей. А там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Переход на новый формат, по словам министра цифрового развития края, высвобождает ресурсы. Появляются свободные радиочастоты. Если до этого для передачи 10 каналов необходимо было использовать 10 различных частот, то теперь цифровое кодирование позволит передавать те же 10 каналов пакетом по одной частоте. Свободные частоты достанутся мобильным операторам или радиолюбителям. Практически в течение 10 лет производилось строительство соответствующих объектов. На территории края построено 200 объектов, которые вещают цифровой сигнал. Сейчас эта работа закончена, и, соответственно, каждый может настроиться и получить вот эту вот услугу. Задача сделать цифровые приставки максимально доступными. И здесь, в этом магазине, нам даже рассказали, что вот такая полочка с приставками с самой доступной ценой здесь выставлена специально по просьбе Министерства цифрового развития. Самые бюджетные варианты около 900 рублей. А малообеспеченным семьям правительство края обещает выплатить материальную помощь. До 1000 рублей для приобретения приставок. Есть, правда, еще 2% населения края, для которых цифровое вещание будет недоступно. Им придется приобретать спутниковые тарелки. Для них при малом достатке предусмотрены выплаты до 4500 рублей. Чтобы получить деньги, можно обратиться в соцзащиту. Те люди, которые проживают на территории населенных пунктов, не охваченным цифровым эфирным телевидением, трансляция передач в спутниковом формате также будет бесплатная. Для тех, кто с техникой не дружит, по всему краю развернули многочисленное волонтерское движение. Например, Максим прошел обучение и теперь помогать пенсионерам настраивать приставки и подключать цифровое ТВ. У нас есть база, так сказать, потенциальных клиентов, и нам скидывают адреса в конференцию. Выбираешь удобный адрес, созваниваешься с клиентом и договариваешься о встрече с ним. Наш практически уже раритет. Максим подключил к приставке и настроил минут за 10. Вы можете сделать то же самое уже сейчас. А если нужна помощь, то звоните на федеральную горячую линию 8 800 200 20 02. Ну вот та самая заветная приставка появилась и на нашем стареньком редакционном телевизоре. Теперь проверим качество картинки. Вот такая она должна быть на всех телевизорах страны после полного перехода на цифру. Андрей Дрейер, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжим. Первых свидетелей по делу парка Изумрудный допросили сегодня в Октябрьском районном суде Барнаула. Напомним, с февраля там проходят слушания уголовного дела. Бывшего арендатора парка обвиняют в том, что он незаконно вырубил более 500 деревьев, оставив без посадок значительную часть парка. К сожалению, провести видеосъемку в зале суда нам не удалось. Однако знаем, что сегодня была допрошена начальник отдела по благоустройству и озеленению города Елена Королева. Она подтвердила, что прошлому арендатору в 2017 году выдавали разрешение на вырубку 100 с небольшим деревьев. В то же время чиновник отметила, что городская администрация не контролировала то, сколько и какие насаждения были спилены. Вторым допросили предыдущего арендатора Павла Тулина. Он заверил, все опасные аварийные деревья в парке он вырубил еще в 2015 году. И они располагались ближе к проспекту Комсомольскому. А вот как раз зона, где было раньше кладбище, это более благородный лес, который и сохранился гораздо лучше, хоть он и старше. И когда я узнал, что именно там была вырубка произведена, ну это очевидно за гранью логики какой-то санитарной. Это совершенно с другими целями произнесено. С какими, это могут сказать только сами сотрудники этой компании. Но очевидно, это не санитарная рубка. Напомним, ответчик, бывший управляющий парка Октябрьского района Владимир Фишер, свою вину отрицает, уверяя, что на каждое дерево было разрешение от городской администрации. Следующее заседание состоится в ближайший четверг. Ожидается, что будут допрошены рабочие, осуществлявшие вырубку. А уже в субботу, 20 апреля, в парке пройдет грандиозный субботник. Организаторы призывают принять участие всех желающих. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. А в этой акции призывают участвовать студентов. В Барнауле стартовала акция «Стань донором, спаси жизнь». Кровь в течение нескольких дней в мобильном пункте на площади Сахарова сдают учащиеся в вузов и колледжей. Дарья Эйдемиллер встретилась с донорами и теми, кого их кровь помогла спасти. В июле уже в огород выйду там. Ну, за машину сяду. А так, представьте, если бы я раз и умерла. Как-то не хочется. Дома Наталью Евгеньевну ждут трое детей и семь внуков. В декабре она поступила в кардиоцентр с обширным инфарктом. В апреле ей провели операцию по шунтированию. Пенсионерки несколько раз переливали донорскую кровь. Вторую положительную. Я единственное всегда говорю, главное не алкоголика и не наркомана. А остальное все ерунда. Ничего страшного нет. Знаете, боятся в лес не ходить. Но благодаря донорам мы же и живем. В кардиологическом диспансере нет своего банка крови, только временное хранилище. За прошлый год здесь перелили более 300 литров. Во время операции с большой кровопотерей на одного пациента заказывают пол-литра крови. Чаще всего нужны первая и вторая группы. При этом первая отрицательная подходит всем рецепиентам. Мы, имея план на оперативную активность на следующий день, мы созваниваемся с кровевым центром крови, с диспетчером. И, как говорится, просим у них, вежливо очень, и тогда настойчиво, чтобы обеспечить необходимое количество крови. А в центр кровь приносят сами доноры. К примеру, на площади Сахарова в Барнауле за пять дней этой недели планируют принять более 500 человек. Каждый сдаст по 400 миллилитров крови. Основные участники акции – студенты. Многие из них – доноры-рецидивисты. В этой акции она, получается, весной, каждую весну и осень проходит. Четвертый раз уже участвую. Считаю это как долгом своим, скажем так. Помочь людям, сделать все возможное, что в моих силах. Понимаешь, когда эта кровь нужна людям, которая прям нужна, прям таки с гордостью идешь. Большое-большое спасибо сказать тем людям, которые сдают кровь. Благодаря им, благодаря нашим врачам, сестрам, медсестрам. Ну, всем абсолютно мы живем. Встретиться с человеком, которому Наталья Гусенко обязана жизнью, невозможно. При заборе крови личные данные шифруются. Поэтому спасибо через экран пенсионерка адресует вообще всем донорам. Тария Демиллер, Александр Андропов. Наши новости. Им тоже накануне сказали спасибо за участие и за победу. В Барнауле закрыли бенали молодых художников «Азарт Сибирь». По итогу отметили более сотни человек – организаторов, художников и искусствоведов. Выставка конкурсных работ проходила на площадке музея «Город». Целый месяц жители и гости Барнаула могли посмотреть на смелое современное искусство. Авторы – художники и скульпторы до 35 лет. Лауреатов определили в семи номинациях живопись, скульптура, декоративное искусство, уникальная печатная графика, искусствоведение, графический дизайн. С 2007 года участвую в выставке, то есть больше 10 лет, раз в два года уже стало традицией пробовать и участвовать. Это просто признание тех работ, что они являются в какой-то степени уникальными. Победители получили премии по 20 тысяч рублей, и их работы передали фонды Алтайского художественного музея. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. Почти на всей территории края значительно потеплеет. В Бийске до 8 выше 0, а в Белокурихе до 7, в Рубцовске до 11. В Барнауле ночью температура может опуститься до 10 со знаком минус, днем поднимется до плюс 4. Напоминаю, телефон редакции 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok